Ольга Александровна обладатель медали «Слава женщине-казачке». Получила ее год назад за активность должности председателя Женского совета художского казачьего общества «Новогинская». За чашкой чая, считает она, любая проблема решится. Вопросов у молодежи много, но любой из них будет ответ. Интересна им и история казачества. Как раньше жили, чем дорожили, как детей воспитывали. Все это Моисеева помнит, и по рассказам родителей, что-то сохранилось из собственных воспоминаний о поездках в станицу. Все они жили как-то одной общиной, одной семьей. Очень характер широкий, дружелюбный, гостеприимный у нас казаки. За верность казачьим традициям Ольгу Александровну уважают. Потомственная казачка воспитала сына, который возглавил в Сочи художское казачье общество «Новогинское». А он, в свою очередь, передает любовь казачеству своим детям. Нужно как-то возродить эту всю глубину, чтобы они знали своих предков. И как бы дети, зная, кто наши предки, сколько у нас героев, кто где воевал, стали гордиться нашей фамилией, нашим родом. Сама же Ольга Александровна вместе с мужем-пограничником всю жизнь на охране рубежей. Проходила воинскую службу по контракту на заставе сочинского погранотряда в должности старшего повара. И даже отмечена медалью за отличие в воинской службе. С тем же рвением на пенсии взялась за работу женсовета. Очень активный человек, замечательная женщина, которая знает свои дела, прекрасно с ним справляется. Вот такая дружная сочинская казачья семья. Все в их доме пропитаны историей, любовью к родному краю. Любой уголок квартиры – это экспонат. Даже дымковская игрушка казачья подарена после участия сочинских казаков в крестном ходе в Кировской области. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...